Всем привет! Мы снова в Орландо. Сегодня очередная тренировка Тани будет как раз таки немножечко другая. Вам понравятся плечи, спина и руки. Разминку мы уже сделали. Начнем с нового упражнения. Таня еще его не делала раньше, поэтому поехали. Это будут наши экстензии, но мы будем уже сразу же работать и на заднюю дельту. Да, первый подходик сделай без гантелей, просто чтобы прочувствовать движение. Все те же самые условия. Поднимаемся только до параллели корпуса с ногами, а руки разводишь в стороны в момент подъема. Оп! Как? Вот так, Таня. Таня, сразу делай, имитируй, как будто... Да, да. Вот. Первый подходик делайте без ничего или совершенно с легкими гантелями. Так, Тане не было неделю, да, почти? Да, неделю ровно. У нас ничего не изменилось, хороший рельеф, но она питалась хорошо, может быть даже лучше, чем дома. Не знаю. Потом она вам расскажет об этом сама. Самое главное, что мы не потеряли за это время ни качество, ничего, и сегодня с новыми силами будем работать. Ну, для разминки хватит. Отдохни. Это что, круговая? Вот это для меня? Не, не. Круговая была там, мой ученик делал. Сегодня будешь делать после этого становую, а там дальше по плану. Я думаю, что уже плечи уже надо. Ну, хорошо, все равно отдохнула, считай, от силовой работы. Тело соскучилось. Не знаю, у меня все ноги синили, как я иду. Где, кстати, вот эта шина? Я же профессиональная. Ты ее там кидала? Я ее кидала, раз везде. Да ладно. Я пущу. Тебя заставляли, что ли, там? Да нет, она подходит, как бы надо показать. Я скину, не пущу себя, пойду, мой. Бери гантельки. Это упражнение базовое, потому что работают абсолютно все мышцы, которые только есть. Хорошо выбрасывает гормоны в кровь. Зачем здесь нужно следить? Только за тем, чтобы стараться не сводить лопатки вместе. Тогда будут работать задняя дельта. 12 повторений. И вы будете готовы к любой силовой работе. И ваша задняя дельта будет в хорошей форме. Задняя дельта – это первое, на что нужно обращать внимание, когда мы тренируем дельты вообще, в принципе. Задний пучок дельты диктует общее развитие остальных двух пучков. Так что, друзья, обращайте на это особое внимание. Это очень-очень важно. У меня есть об этом статьи. Читайте их на сайте, изучайте. Ну как? Тяжелее как? Да. Еще два подходика сегодня сделаешь. И перейдем к становой. Лямки есть? Есть. Куплены на Арнольд. Особые лямки. Отдыхайте ровно столько, чтобы у вас восстановилось дыхание. Вы сразу почувствуете, что готовы к следующему подходу. И не стоит затягивать. Но и раньше времени тоже не стоит. Это все-таки не аэробика у нас. Это силовая, аэробная работа. Необходимо время для восстановления. Продолжение следует... Старайтесь резко не вставать, чтобы вам кровь в голову не ударила. Потому что можно даже сознание потерять, если перестараться. Очень удобная штука вообще. Как бы резко не делаем, все очень плавно. Но, к сожалению, она не выдвигается. Ну, нужно насадку, наверное. Прикольно, конечно. Отдохни еще разочек. Прикольно. Прикольно. Tr器. Прикольно. Продолжение следует... 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 110, без грифа? Да, без грифа. 30, 40, 50, 40, 70, 70... А, подожди, 100. 100? 100, да. 105. Так, значит, сейчас мы делаем 120. 120 на 1. Один раз? Сколько? По 10. И это будет третий заключительный разминочный подход. После чего начнем серьезную работу. Вы будете разогреты, но не уставши. Видите, Таня спрашивает на 1. Я говорю, ты спрашиваешь на 1. Да, это потому что мы чисто разомнемся. Ты не устанешь, но будешь готова к серьезной работе. Один раз? Я думаю, можно без лямок сделать будет, да? Отлично. Все, мы готовы. Сейчас определимся, сколько будем делать? 140 или 150 суток? Как по силе? Может, сколько? Потом еще добавлю. Давай. А еще по 10 одень и будет 140. Это, друзья, вес фаунда. Не в килограммах. Поэтому не пугайтесь. Все у нас нормально. Это, конечно. Это, конечно. Это, конечно. Первый рабочий. На пять раз постараемся. Одеваем лямки. Ну-ка, похвастайся своими лямками. Ну, это обычные. А, так это шип все равно. Хорошие. Ну, я просто люблю больше такие, когда наматываешь. Не знаю. Привыкла уже? Ну, да. Может быть. Вот. Вот. Запомните, спину и попу и бицепс ведра без лямок не прокачать. Потому что ваши пальцы, ваши кисти устанут гораздо раньше, чем все то, что мы перечислили. По той простой причине, что они в разы слабее. И вы не сможете целенаправленно, качественно поработать. Хорошо. Мощно ногами в пол. Старайся не поднимать, а продавливать пол ногами. Хорошо. Если есть силы, еще два раза. Хорошо. Главное спинку. Винку держим. Хорошо. Винка ровная. Отдыхаем. Ну как? Еще по пять добавим? Чувствуешь силушку? Богатырскую. 146 ГОНТОГО ВАРНОГРЕ大的 инолки для lykanoe molt, что я не знаю. 450 ГОНТОГО ВАРНОГРЕМ Отлично, отдыхаем. Когда работаете на силу, даже если у вас 2-3-5 минут уходит на отдых, ничего страшного. Не забывайте пить водичку, БЦА, что вы пьете там во время тренировки. Главное – пить. Никогда не тренируйтесь на сухую, чувство жажды не должно присутствовать. Если вы испытываете сильную жажду, значит, организм уже нуждается в воде, значит, ему уже не хватает воды. Жировая кислорода уменьшается, и гены мужицкие. Да нет, они не мужицкие, нормально, они переживали. Потому что действительно жир совсем уходит. Мне вообще там так мерзло, кошмар. Мерзло? А я 4 года, представь, не видел мороза, снега. Хорошо ногами в пол. Молодец. Еще 2. Хорошо. Отлично. Ну все. Становую сегодня закончили. Молодец, очень неплохо. Вот что значит хороший отдых, пусть и активный. Да, да, хотелось уже больше. Так, сейчас мы сделаем с тобой подтягивания. Ты еще в гравитроне подтягиваешься? Нет, давай еще. Давай. Давай разберем потом, или сразу разберем. Всегда разбирайте после себя штанги, убирайте гантели на места. Да, уважайте себя и других людей, кто придет тренироваться после. Это этикет ваш. Ну уже профессионально разбираешь. Позаботитесь о других, и другие позаботятся о вас только так. Ну и желательно, конечно, еще блины вешать по номиналу. Идем подтягиваться. Кстати, на подтягиваниях тоже, чтобы сосредотачиваться на спине, а не на руках, необходимо использовать лямки. Ну, на таком вот, где резиновые штуки есть, то можно их не использовать, их тяжело будет, они... Давай посмотрим, в брусьях ты уже справилась неплохо, без гравитрона. Как будут обстоять дела у нас с подтягиваниями? О, неплохо. Хорошо, мощнее. Старайся, не распрямляй руки внизу, легче будет. Тяжело. Так, отдохни. Тяжелее, чем с брусьями, но это со всеми. Пробуй... О, широким же, конечно. Пробуй делать хватом к себе. А, ну так хорошо. Поначалу не страшно. Будут и бицепсы больше включаться, но зато будет сила нарастать. И спина все равно, хотим не хотим будет работать. К себе поуже. Когда хват к себе, берись поуже. Уже, уже. Прям за... Да, да. Во. Вот, молодец. Хорошо. Давай, давай. Хорошо. Давай. Опа. Подтяжка. Отдохни еще разочек. Кисть вот как-то не... Выворачивает? Да. А поробы еще уже. Я думаю, девочкам с маленьким ростом вообще проще всего. Подтягиваться? Вообще просто. Смотря какой у них вес. Ну, да, да, может и больше. Ну, как только ты перейдешь с гравитрона, сила сразу начнет. Будет тяжело. Пусть ты будешь 3-4 раза всего подтягиваться, но тогда начнет расти сила. Вообще просто сам прикол в том, что я могу тут не ставить вес, и тут проще будет. Но как только ты вот само осознание того, что тебе там ничего не ешь снизу. Да, страшно, да? Как-то вообще по-другому. Тот же хват, вроде бы, тот же упражнение. Но без вот этой вот штучки я совсем по-другому. И если не практиковаться вообще, ни в брусьях, ни в подтягиваниях, а работать только в гравитроне или в тренажерах, то никогда не наработаешь силу. Предел есть какой-то предел, но ты больше не можешь. Все равно силу, да, не наработаешь. Еще разочек. Да, это действительно тяжело, но так и должно быть. А сейчас... Сейчас мы сделаем русские наклоны при подхода. Русские наклоны. А, все, да? Да, бери водичку. И пойдем. Русские наклоны. Лучшее, что может быть для... Ваших бицепс-бедер. Лучше еще пока ничего не придумано. Почему мы сделали это после подтягиваний, а не после становой тяги? Потому что, чтобы сэкономить силы, подтягивание все-таки сложное упражнение. И даже после тяги было его тяжело делать. Так распределяем силы. Ну и заодно немножко отдохнул бицепс-бедра у нас после тяг. Сейчас можем более качественно поработать. Хорошо. Вот где действительно чувствуешь, что такое тяжелая работа. Даже в приседе не так тяжело, как в этом упражнении. Кто не верит, советую, настоятельно рекомендую попробовать. Будете шокированы, насколько это действительно серьезнейшее упражнение. Базовое упражнение, если хотите. И сила в приседе у вас после этого упражнения вырастает очень колоссально. После месяца полтора работы в этом тренажере вы прибавите процентов на 20 рабочие веса в приседаниях. Притом ваши бицепсы бедер станут реально больше. Больше, сильнее. Это очень важно и для эстетики для девочек, и для здоровья коленного сустава. В основном у нас у всех переразвивается квадрицепс. А бицепс бедра не развивается. Это может быть причиной проблем не только с коленным суставом, но и с поясничным отделом позвоночника. Об этом мало где говорят. Поэтому мы всегда уделяем особое внимание бицепсу бедра. И стараемся работать на каждой тренировке, по-разному грузить его. По ночам у вас не будет получаться даже на пару сантиметров. Не отчаивайтесь, тренируйтесь. Сила будет расти быстро. Обратите внимание на то, что работаем мы собственным весом тела. И как и в брусьях, в подтягиваниях, тело очень быстро реагирует на подобный вид тренинга. Быстрее, чем на работу с железом. Не знаю, как это объяснить физиологически, но это факт. Замечен уже не первый год, не на первом клиенте и на самом себе. Икры? Ну, пока я не хотел бы. Они сами будут видны от диеты. Ты когда делаешь приседы, пока этим... Я вот еще просто думала, ну, по-любому питание чуть-чуть жестче стоит перед соревнованиями. Конечно. Но просто, как бы, некоторые части тела хуже сливают воду, допустим, ну, просушиваются. К примеру, там, ноги, ягодицы, кому-то сложно вот отделить, а верх прям вообще высыхает очень быстро. Поэтому, может, добивочными какими-то сушить иногда повторками или это не надо делать? Нет, ну, мы когда с тобой делаем работу на окислительные, на медленные мышечные волосы, как раз таки пережигается там. И упражнениями вода на самом деле не выгоняется. Почему? Люди не знают, но вот профессиональные спортсмены многие за десять дней прекращают тренировать ноги. Потому что, когда ты тренируешься, наоборот, после этого туда вода приходит. Да, отлично, чтобы остановить. Поэтому за десять дней до соревнований прекращается тренировка на ноги, больше позирования, верх тела можно тренировать. А за четыре-пять дней до соревнований вообще все тренировки прекращаются, только позирование. И все-таки ты бикини, тебе не нужна сухость вот эта. Должен быть такой намек на спортивность. Красота. Самое главное мне, чтобы у тебя четко отделялась ягодичная от бицепса бедра. Сейчас уже есть. За счет того, что мы все эти месяцы сейчас потратим с тобой только на бицепс бедра, это еще визуально увеличит. И ножку сделает красивее, и увеличит вот это различие бедра от ягодицы. Давай еще три раза. Молодец, давай-давай, потерпи, потерпи, еще два. Еще разочек, не спеши, не спеши. Помучи себя, помучи, давай-давай-давай. Хорошо, молодец. Так, пьем водичку и идем делать дельты. Поделаем сегодня жимы гантелей стоя. Вот я все люблю на руки. А почему любишь? Ты имеешь в виду, что получаешь от этого удовольствие? Ну как, знаешь, я смотрела, что тянешь. Я люблю выпады и кардио-минутоны. А я раньше... Я видел раньше приседать, я первые, наверное, лет 7 своего тренинга. Пока действительно не понял, что это нужно. А сейчас я реально люблю приседать. Ну и когда вдумываешься в то, что ты делаешь, там, прям связываешься с армией. Да, конечно. Лямки твои где? Не потеряла их? Следи, а то уйдут новенькие. Перемещаемся в зону гантелей. И будем делать жимы. Выбери гантельки, попробуй с 15 начать. Если найдешь. Смотри, становишься стоя, не сидя, чтобы тебе было удобно. И гантели держи не параллельно друг к другу, но и не сильно разведенными в стороны. Знаешь, найди такое положение себе. Вот примерно вот так. Чтобы тебе было комфортно суставу. И выжимаешь вверх. Полностью руки не разжимаешь, да, хорошо. И опускаешь вниз. До уровня ушей. Слишком низко не нужно опускать, потому что можно травмировать сам сустав. Вот, вдох, выдох вверх. Вниз помедленнее, вверх на выдохе. Хорошо. Сколько раз? Десять раз. Выдох. И не опускай ниже ушей. Хорошо. Хорошо, молодец. Тяжело, да? Нормально. Если на десять, то нормально. С десять сделала, да? Да. Еще два раза. Еще два раза. Ну а чего не сидя как-ли? Сидя, это типа... У тебя слишком простой вариант? Стоя все-таки лучше, когда... Если у тебя спина держит пока еще... Да, ну да. Все-таки, сидя, опаснее работать, чем стоя с весом. А-а-а. Да. Когда уже веса подрастут, чтобы не шататься там... Я прям тащусь, когда у меня плечи выдаваются. Прям... Сзади хорошо видно, когда ты руки поднимаешь, потом посмотришь на видео, прям четко все видно. Я не занималась. Я делала эти живы просто... Делала. Без перестану. И... Была проблема как раз в питании. Поэтому я была мышечная, но я была залита мышечная. И слишком казалось. Ну, я не сильно работала... Казалось, чтобы перекачивать. Да. Я не сильно работала вниз, но вот тут меня сразу бомбило, как бы из-за питания. Я оказалась слишком просто здесь и слишком узкой здесь. Вот проблема домашних тренировок в том, что веса девочкам хватает вверх проработать, а что проработать ноги без штанги не проработаешь. Это да. Но это не значит, что не надо тренироваться дома. Да. Так можно... Очень мало людей и девочек хотят быть накачанными в плане там рельефности, отделения бицепса. Да кто и знает, что такое вообще. Я просто хочу быть худенькой подтянутой. Идея бицепса. Дома вот так вот хватает этого, чтобы заниматься. Я занималась только раньше. Ну да. Ты пять лет? Ну, как... Нет, меньше. Может три года. Давай, выдох вверх. Выдох. Хорошо. Чуть помедленнее вниз. Хорошо. Еще один раз. Ше. Ну, стараться нужно не двигать плечами, чтобы трапецию не включать. Тогда все будет хорошо. Хорошо. Еще один подходит. Ше. 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 Все готовы? Да, все готовы, ребята Как все? Попробуем? Попробуем? Хорошо, уже четко видны мышки Все, хватит Молодец Ну что, сейчас мы сделаем еще 3 подходика по 20 раз Экстензию, ой, гиперэкстензию Ну сделай в тренажере для Экстензии спины Помнишь там, да? Ну и заминочку Так что, друзья, будем прощаться с вами До следующих встреч Пишите ваши вопросы Мне в видео, Тане в видео Мы по возможности будем отвечать Всем пока